ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Можно войти? ЗВОНОК ТЕСТА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что делать? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, честно говоря, я бы не советовала вам рисковать. Ведь очень часто у ВИЧ-инфицированных матерей рождаются больные дети. Это мой ребенок? Как его? Я вас очень хорошо понимаю. Но ведь ваш организм и без того ослаблен. А роды создадут дополнительную нагрузку. И потом нужно смотреть правде в глаза. Срок вашей жизни ограничен. А ребенка надо еще воспитать. Если я решу родить. Для чего? Вы родите больного ребенка. И оставите его в детском доме. А наши детские дома и так переполнены больными детьми от таких легкомысленных мамаш, как вы. Неужели вообще нет никакого шанса, что он будет здоровым? Знаете, женщина, я вам сказала все. А если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, вы их можете задать в центре СПИД. Трудно назвать консультированием. Скорее, это такая беседа, монолог с позицией силы, с позицией устрашения и запугивания. Причем идет по нарастающей. Врач выходит за предели своего профессионального поля. Говорит о социальных последствиях. Уже как зарешенный факт выдает, что женщина обязательно ставит, увеличив своим несчастным ребенком количество и без того большое больных детей на попечение государства. Искажение информации. Как по вопросу частоты вертикальной передачи. Ведь при современных средствах профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку риск рождения больного малыша невелик. И мы знаем, что и сама беременность на течение ВИЧ-инфекции не оказывает такого неблагоприятного влияния, как говорил здесь врач. Трудно сказать, что это. Это следствие ее профессиональной некомпетентности и это личная позиция. Но факт остается фактом. Что если в этом консультировании, если можно назвать консультированием, мы видим и не информирование, и не поддержки. И наоборот, усугубление состояния посетительницы. И нарастание растерянности, и усугубление переживаний. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Оля, вы помните все то, о чем мы с вами говорили, когда я вам предложила пройти тест на ВИЧ? Да, конечно. Я прочитала о спиде. Я хочу сказать вам, что все, о чем мы с вами здесь говорим, останется между нами. Ну, если вы, конечно, не захотите поделиться с кем-то из близких. Вот пришли результаты теста, к сожалению. Ответ положительный. Вы не перепутали? Нет. Это точно. А ребенок? Ребенок, он родится больным. Такая вероятность есть, но, к счастью, она невелика. На сегодняшний момент у инфицированных матерей рождаются практически здоровые дети. Вероятность рождения больного ребенка составляет, ну, приблизительно 2%. С помощью химиопрофилактики мы сможем снизить уровень инфекции в вашей крови. То есть нужно принимать лекарства? Конечно. Вы будете принимать лекарства во время беременности и во время родов. И мы будем давать вашему малышу тоже лекарства, когда он родится. И если все это я буду делать и лекарства принимать, вы гарантируете, что он будет здоров? Не только. 100% гарантии вам никто дать не может. Здоровый ребенок родится или больной, это все зависит от очень многих вещей. Как правильно и точно вы будете соблюдать рекомендации врачей. Да и потом, понять, здоров он или нет, мы сможем только, когда ему исполнится 18 месяцев. Поскольку до этого времени в организме ребенка сохраняются ваши антитела. Мне кажется, вы меня успокаиваете, да? Я не пойму, как у зараженной матери может родиться здоровый ребенок. Материнская плацента очень мощный барьер. И если она здорова, и в ней нет какого-либо воспаления, то она не пропускает вирус. Ребенок может заразиться при родах, в процессе родов, при контакте с кровью матери и при грудном вскармливании. Но мы должны приложить усилия, как вы, так и мы. И в этой ситуации ребенок может родиться здоровым. Если я буду рожать, то я меньше проживу, да? Считается, что беременность не ускоряет течение болезни. Но, конечно, более точно ответить на ваш вопрос, вам смогут в центре СПИД. Можно еще, да? Конечно, Оля, конечно. Отец ребенка. Он, наверное, тоже заражен, да? Надо ему говорить или нет? Вы знаете, Ольга, я бы не советовала вам торопиться. Прежде я бы вам рекомендовала посетить центр СПИД. Вам нужно успокоиться, понять течение вашей болезни. Просто подумать. И нельзя, чтобы кто-либо на вас давил. Ну, значит, мне не нужно с ним общаться. Почему? Ну, я имею в виду плохую жизнь. Безусловно, вы можете вести половую жизнь, но при каждом половом контакте мы рекомендуем пользоваться презервативами. Наверное, мне надо будет с ним расстаться. Не торопитесь с такими решениями. Вам сейчас как никогда понадобится поддержка и друзей, и близких. Так что просто подумайте. Вам все понятно. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, во-первых, задайте их в центре СПИД, а во-вторых, вы можете задать мне. Мне очень важно, чтобы вы понимали все, что происходит и с вами, и с ребенком. В этой ситуации уже пациентка задает врачу непростые вопросы. Как то, говорить или не говорить отцу ребенка о том, что у нее ВИЧ-инфекция. Потом спрашивает о гарантиях. Вы гарантируете мне, что мой ребенок родится здоровым? В этой ситуации консультант избрал очень правильную тактику, согласно которой не следует принимать важное решение в состоянии душевного волнения. Все-таки должно пройти определенное время. Еще хотелось бы подчеркнуть ту атмосферу, то состояние доброжелательной уверенности, которую ощущает врач и которая передается пациентке. Который, правда, сначала говорит, вы меня успокаиваете, но это несколько провокационное воздействие на него, врач не реагирует. Врач понимает, что пациент волнуется, что у нее тяжелое положение, он не цепляется к словам. И поэтому вот эта атмосфера уверенности, доброжелательности, благосклонности, спокойствия, она передается в конце концов, в конце консультирования пациентке и позволяет ей успокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok